Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Бевышева. Добрый вечер в Украине. С самого утра в парламенте усиленные меры безопасности проверяют всех, даже нардепов. Увидев журналистов, депутат Поросюк шутит. Но все же в зал без проверки не пускают. Содержимое сумки тоже приходится показать. С самого утра в парламенте Надежда Савченко приходит на заседание регламентного комитета, причем не с пустыми руками. Генпрокурор просит поддержать прошение его ведомства разрешить задержание и арест. Ты вышла напомпованной российской пропагандой про оружие на Майдане, про деньги на Майдане, про то, чтобы... Да нет, я была на Майдане. Я вас не перебивал. Жуйте гранаты. Полтора часа дискуссии комитет поддерживает арест нардепа. Вопросы отправляют в зал. Но там сначала говорят об экологии и градостроительстве. Тебе близко 40 минут для того, чтобы приготовить документы. В кулуарах подсчитывают, хватит ли голосов. Я даже сегодня колор галстука надежу надежу. Потому что для меня сегодня это день трауру. Потому что те фиаско, которые мы рассматриваем, когда человек, за которую я боролся весь мир, сегодня бахвалится тем, что она возит оружие из оккупированной территории, чтобы совершать теракты. Если такая героиня должна была влаштовать теракт в оккупированном Донецке и похвать под этим терактом и своего друга Захарченко и других российских найманцев. Ни в кого не вызывает сомнений, намерение совершить злочин. Другая вопрос, если Савченко есть способной особой после того, что она планировала сделать, в понимании, что она есть осудной, что, может быть, ей вартость обратиться в целом к лекару и психиатру. Однако поддержать прошение Генпрокуратуры готовы не все. Оппозиционеры говорят, если снимать неприкосновенность, так сразу со всех депутатов. Мы не будем поддерживать сомнение недоторганности так же, как мы не поддержали сомнение недоторганности с депутатов, которые час от часа вносятся в зал, в черговое шоу, которое уже каждый тиждень проходит в парламенте и отвергает внимание от решения социальных вопросов. Вчера, на жаль, не был проголосованный закон о поддержке переселенцев, потому что не было депутатов в зале. Сегодня в зале яблоку негде упасть ближе к обеду, начинают говорить о Савченко в зале. Коли в листопаде перший бус із зброєю, зрубанным за кермом, із депутатом Савченко у задньому відтіку грузового вантажного автомобиля прибув із ДНР разом із зброєю, стало зрозуміло, що йдеться не про маячню, не про хворі фантазії або сюрреалізм, а йдеться про ввезення з боку ворожої України, терористичної організації ДНР, зброї для знищення керівництва країни. І показують давно анонсированные видеодоказательства. Действуючі лица Рубан, Савченко і терористы. Там кладуть, що люстра падає від всіх, які ходили. Далі цей меридовий портал більше нічого не інтересно. Надя часто виходить в кулуар і жадно п'ють воду. В зале дають слово і їй. Зараз зброється. Це зірка героя України. А це депутатське посвідчення, депутатський мандат. Що дорожче? Аргументи Савченко парламент не трогають. Поддерживають снятие неприкосновенності і арест на РДЕПа, даже бувші побратимі. В кулуарах депутати кажуть, якщо не виновна, пуст доказыває в суді. Для нас дуже визначальним, основоположним стало те, що вона спілкувалася з Захарченком, з тою людиною, яка є терористом. Хай йде в суд і на звичайних підставах доводить, чи мав в її дії склад злочину. Я побачив сьогодні відеодокази і я по факту сьогодні почув, по суті, підтвердження з боку Надії Савченко того, що це відео правдиве. І я по суті почув від неї підтвердження того, що вона здійснювала ті дії, які її інкримінують. Після голосування Надя спокійно виходить на вулицю, спілкується з мамою і групою підтримки. Затем вважається в парламент. Там їй зачитывают подозрення. Вручаю вам пам'ятку підозрюванного особи і пропоную вам пройти зі мною до управління Савченко Україною. Пішки пройдемося? На автомобілі. А якщо пішки прогуляться? Давайте пішки. Пішком вместе со следователями Савченко и отправляется в СБУ. Депутаты же перед перерывом успевают осудить выборы российского президента в Крыму. Елена Зверина, Александр Васильченко, Геннадий Вивденко, Иван Гермаков, Сергей Ковали, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер. Задержание Надежды Савченко прокомментировал президент на своей странице в Фейсбуке. Пётр Порошенко напомнил, что против Украины ведется гибридная война. И поблагодарил силовые ведомства за то, что предотвратили массовые теракты. Войны между НАБУ и САП нет, как и незаконной прослушки в кабинете антикоррупционного прокурора. Об этом сегодня уверяли руководители этих структур Артем Сытник и Назар Холодницкий. Они выступили в Европарламенте на конференции, где обсуждались антикоррупционные реформы в Украине. Елена Абрамович расскажет все подробности. Послушать выступления украинской делегации в стенах Европарламента собрались не только евродепутаты, которые традиционно интересуются ситуацией в Украине. Пришел и еврокомиссар по вопросам расширения Йоганес Хан. Он первым взял слово, похвалил за достижения и напомнил, что Брюссель ждет от Киева реформ и создания антикоррупционного суда. Надеюсь, есть понимание, что Европа очень серьезно относится к этому вопросу. Это один из ключевых аспектов развития Украины. И не забывайте о выборах в следующем году. Надеюсь, именно те политики, которые продемонстрируют заслуживающие доверие шаги, получат поддержку граждан страны. Евродепутаты напомнили о необходимости запустить автоматическую проверку электронных деклараций, а еще освободить от декларирования гражданских активистов. Нам пообещали, когда мы были в администрации президента в январе, что на общественной организации не будет распространяться закон о декларировании. Артем Сытник и Назар Холодницкий во время дискуссии воздержались от взаимных обвинений. О последнем скандале с прослушкой в кабинете Холодницкого, за организацией которой якобы стоит Сытник, евродепутаты не упоминали. А в комментариях журналистам оба чиновника назвали это провокациями. Глава САП также заверил, в отставку не пойдет. Ни про какую отставку сейчас разговора не идет. Что не повязывали, знаете, уже там конспирация, что есть какие-то плевки, и уже нужно идти в отставку. Не будет этого. Я не знаю, кто это делает, какие цели переследуют, догадываются в принципе. И от себя я могу сказать, пока я на этой посаде, независимость, на которую постоянно спокушается влада, она будет захищена. Евродепутаты, как оказалось, были не в курсе происходящего. Впервые об этом слышу, но я очень разочарован. Такого рода внутренними разборками между институциями, которых должна объединять общая цель бороться с коррупцией. Тем временем в Брюсселе ищут новые способы, чтобы стимулировать Киев довести антикоррупционные реформы до конца. Одно из последних мнений, пока еще не обнародованных, убрать требования о снятии запрета на экспорт леса кругляка из условий макрофинансовой помощи. А вот запуск автоматической проверки электронных деклараций и создания антикоррупционного суда оставить. Из Брюсселя Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, подробности. Европейское берет телеканала Интер. Николай Саркази стал фигурантом официального расследования. Бывшего президента Франции подозревают в незаконном финансировании предвыборной кампании 2007 года за деньги бывшего ливийского диктатора Муамара Хаддафи. Накануне, поздно вечером, Саркази выпустили из-под ареста. После почти двух суток допросов, экс-президент вину не признал. По его словам, эти обвинения клевета, которая превратила его жизнь в ад. Двухдневный саммит европейских лидеров стартовал в Брюсселе. На нем обсудят угрозу со стороны России. Сегодня британский премьер Тереза Мэй обещает представить доказательства причастности Москвы к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля. С подробностями Светлана Чернецкая. В эти минуты европейские лидеры собираются на совместный ужин. Это заключительная часть первого дня саммита. Сегодня обсуждали налоги, торговлю с Соединенными Штатами и новые условия Трампа, а также выполнение программы по приему беженцев. А за ужином ожидается выступление британского премьера. Тереза Мэй будет говорить о нарастающей российской угрозе и призовет европейских коллег активно противодействовать Москве. Она расскажет о последних находках следствия в деле отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. А пока Мэй убеждает другие страны последовать примеру Великобритании и выслать российских дипломатов. Лондон уже принудительно покинули 23 сотрудника российского посольства, которых подозревают в работе на разведку. И возможность депортации дипломатов РФ уже рассматривают в Литве. Также британский премьер собирается потребовать от европейских коллег принятие резолюции с категорическим осуждением России из-за отравления Скрипаля. И пресса это называет своеобразной проверкой на единство Европейского Союза. Россия осуществила дерзкую и безрассудную атаку против Великобритании, пытаясь убить двух человек на улицах Солсбери. Очевидно, что российская угроза не уважает границы, а инцидент в Солсбери был одним из примеров российской агрессии против Европы и ее соседей от Западных Балкан до Ближнего Востока. Хотя сейчас мы в процессе переговоров по выходу Великобритании из ЕС, но это никак не повлияет на нашу солидарность с Британией. Мы полностью поддерживаем позицию Лондона. Самый сильный политический сигнал, который мы можем подать, это единство. Единство и еще раз единство. О Брексите европейские лидеры тоже будут говорить много и в подробностях, но это будет завтра, когда Терезу Мэй отправят домой. И европейские лидеры смогут открыто обсуждать единую позицию ЕС в отношении Великобритании. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. На Донбассе уже вторые сутки полная тишина. Сегодня снова ни одного выстрела в сторону наших армейцев. Но бдительности военные не теряют. Сегодня поймали боевика. После допроса оказалось, что взяться за оружие его подтолкнула не идеология, а безработица. Украинские бойцы сейчас пристально следят за всеми перемещениями и на территории боевиков, и накануне зафиксировали движение военной техники со стороны России. Отмечено въезд колонны специальной техники связку и радиоэлектронной борьбы с боку Ростовской области России через неконтрольованную площадку государственно-украинско-российского кордона. При этом распознавательные знаки и эмблемы на российской военной технице были навместно зафарбованы, а особый склад вдохнен в военную форму разного типа, тамоскувальни-халаты. Слушание по делу о перерасчете пенсии ветеранам МВД пришлось перенести. В окружной райсуд столицы приехали обе стороны, несколько десятков ветеранов и представительница Минюста. Она должна была представлять правительство и выступить ответчиком по этому делу, однако явилась в суд без документов. Поэтому было принято решение отложить заседание до 11 мая. Мы понимаем, что это манипуляции. Сегодня было первое заседание в деле военные пенсионеры Украины против правительства. Приняв свою преступную пенсионную реформу, не проведя честного перерасчета пенсий военных пенсионеров, они просто мошенничают и затягивают это дело. Мы очень надеемся на то, что суд справедливо рассмотрит позовы военных пенсионеров и примет справедливое законное решение. В Украине создадут независимый штаб ветеранов-силовиков. Объединить их усилия призвал народный депутат Каплин. Пенсионеры его план поддержали. Напомню, согласно решению правительства, перерасчет выплат бывшим силовикам будет проходить поэтапно в течение трех лет. Обещанные 100% доплаты они получат не ранее, чем к 2020 году. К тому времени все это съест инфляция, так считают ветераны. Поэтому, если власть их не услышит, они обещают перекрывать дороги и блокировать работу государственных структур. На всех площадках страны, начиная с дня проголошения создания такой конфедерации, мы будем проводить наши акции, проводить мобилизацию, строить структури, начиная от села, закинчивая город Киев. Мы построим большой фронт борьбы за достойную пенсию. Мы построим сильную, сильную организацию, которая сможет, как на поперекладу организации в Европе, защищать права тех людей, которые уйдут. Народные депутаты требуют от НАБУ выяснить, кто в правительстве лоббирует импорт российских удобрений в Украину. Напомню, вчера Кабмин отложил расширение антидемпинговых пошлин против российских производителей карбамида и аммиачной селитры. Все подробности в материале. В Верховной Раде заявляют о намеренном затягивании чиновниками введения эмбарго на импорт российских удобрений. Еще на прошлой неделе премьер-министр Владимир Гройсман заявил о том, что в эту среду правительство расширит антидемпинговые пошлины, чтобы пресечь поступление в страну контрабандного карбамида и аммиачной селитры производства страны-агрессора. Однако решение вновь отложили. Кабмин должен был выполнять свои решения. Вчера должно быть достаточно поставлено на крапку. На жаль, это не произошло. На жаль, это снова оттерминовывается. Однако Еврохим и дальше экспортует свою продукцию. Больше того, за данными Військовой прокуратуры, Еврохим финансирует терроризм и сепаратизм. Есть четкая информация про то, что Еврохим финансировал, в частности Еврохим финансировал озброение снайперскими комплексами террористов, которые на сегодняшний день, от которых на сегодняшний день гинут наши солдаты. Вибачьте. То тогда давайте, хай они решили, кого они поддерживают. Мы боремся за украинского производства. Мы в первую очередь отстаем интересы украинского производства. А кто подумает о тех 30 тысяч семей, которые сейчас задеяны в этом производстве? Только за прошлые годы Украина закупила российских удобрений более чем на 550 миллионов долларов. Сейчас они занимают уже половину нашего рынка. При том, что карбамид и аммиачную селитру из страны-агрессора завозят контрабандой, минуя торговые пошлины. В Верховной Раде уверены, за этим стоят конкретные чиновники. Депутат Олег Петренко уже потребовал от НАБУ проверить, кто наживается на торговле с агрессором и затягивает введение эмбарго. Там текст на 8 сторонок дребным шрифтом как раз про факты лоббиевания с чиновниками Министерства экономики, такими, как Микольска, лоббиевания интересов российского выработника. Расширить пошлины против российских производителей удобрений премьер-министр потребовал от Минэкономразвития. Однако первый вице-премьер Степан Кубев заявил, что сделать это пока что нельзя, якобы из-за того, что страна-агрессор может подать на нас в суд. Мы возвращаемся к уряду, а дальше мы слушаем черговые отмазки про то, что оскаржится решение, это не соответствует нормам. А если оккупация Украины соответствует нормам? А если оккупация Донбасса и частини территории Луганской области, это соответствует законам интереса? То есть, происходит дурная ситуация, что мы законопослушные, там, где нужно рубануть шашку, сказать нет. 100% эмбарго на все, что возится из России. Независимо от того, химия, это Миндоброго, или любая товар. Но, видите, на больший жаль, мы должны общаться с черствостью, с хабарностью, с многими другими обстоятельствами, которые сзади не видно. Если чиновники и дальше будут лоббировать интересы спонсоров боевиков, депутаты обещают сами пресечь завоз контрабанды в страну. Я уверен, что просто другого выхода не будет, потому что, ну, я... По-перше, это десятки тысяч людей, десятки тысяч работников, которые также не будут просто так, просто спостерегать за тем, как знищаются их рабочие места, знищаются их предприятия. Мы, как политический сила, и национальный корпус, и национальная дружина, безусловно, не будем тоже в стороне стоять, когда такое в стране происходит. Очередное заседание правительственной комиссии по вопросу импорта российских удобрений должно состояться в следующий понедельник. Если решение вновь отложат, депутаты обещают радикальные меры. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер. Обеспечить горные районы необходимой инфраструктурой предлагает Владимир Гройсман. Об этом он заявил во время своего рабочего визита в Ивано-Франковскую область. Пообещал увеличить финансирование горных территорий, где на данный момент проживают около 700 тысяч человек. По мнению премьера, в первую очередь нужно восстановить дороги, сделать более доступными медицину и образование, а также развивать туризм и предпринимательство. Мы предпочиваем около 12 миллиардов гривен дополнительных ресурсов, которые будут направлены в областях. И в этой части мы должны предпочить, в том числе, и поддержку этих территорий. Окременно хотел бы подкрасить, что нам нужно, в том числе, враховывать эту особенность при распределении государственных субвенций, освобождение, охрана здоровья. Я думаю, что вопрос о оплате работы плюс 25% – это нормальное вопрос, но недостаточно для того, чтобы по большому счёту, эта местность является украинским скарбом. Пять миллионов гривен в сутки. Именно столько тратят в Днепре на борьбу с последствиями снегопадов. Прошло четыре дня после непогоды, однако на тротуарах по-прежнему метровые сугробы, а дороги не расчищены. Куда уходят деньги, выясняла Елена Миндалюк. Аномальные мартовские осадки оказались для Днепра ещё и затратными. За сутки выпала двухмесячная норма до 40 сантиметров снега. Чиновники отчитались. Коммунальная служба работает круглосуточно. На борьбу со стихией тратят по 5 миллионов гривен в день. Хотя, говорят, даже с таким бюджетом не смогли привлечь к расчистке города достаточно ресурсов. С воскресенья у нас на линию от одной подрядной организации не вышло 40 единиц техники. Это чрезвычайно много, то есть это огромное количество. Я смотрю на GPS, их нигде нету, а вот нам не понравилось то-то, и вы знаете, мы считаем, что нам не доплатили. Куда уходят бюджетные миллионы, не понимают жители массива Диёвка. Говорят, даже спустя 4 дня после снегопада ситуация на улицах мало изменилась. Сегодня впервые смогли выбраться из своих домов. Никто на работу не ездил. Когда снег сильно пошел, даже на маршрутку, когда выходишь, маршрутки тут не ездили, потому что сильно было тут много снега. Ездить здесь до сих пор невозможно, жалуется водитель 108 маршрута. Его автобус застрял. Мужчина не понимает, о какой расчистке сообщают чиновники. Машины не посыпают дороги, проезжают мимо, лопату не пускают. Едет, песок сыпет, опустил лопату и почистит заодно. Нет, пролетел это. В центре города дороги высохли благодаря солнцу. Но снег с обочин никуда не делся. Высота сугробов почти метр. А тротуары в некоторых местах до сих пор не проходные. Не убирают ямы. Как вы считаете, вот такое состояние тротуаров стоит миллион гривен на расчистку? Нет. Вот ежедневно, да, все. В том, что в городе случился транспортный коллапс, профсоюз автоперевозчиков обвинил коммунальщиков, недовольны их работой и спасатели. По прогнозам, в пятницу в Днепре очередной снегопад. В мэрии уже посчитали, если выпадет 15 сантиметров осадков, их уборка обойдется городу еще в 1 миллион 200 тысяч гривен. Елена Мандрюк, Евгений Годнецов, подробности, телеканал Интер, Днепр. Сложить депутатский мандат требуют парламентарии от Вадима Рабиновича. Подозревают его в участии в коррупционных схемах, так как, по их мнению, живет он не по задекларированным доходам. Но главное, обвиняют Рабиновича в наличии двойного гражданства, что противоречит законам Украины. Все подробности далее. Двойное гражданство Вадима Рабиновича в куларах Верховной Рады в последнее время одна из самых обсуждаемых тем. Еще в конце прошлого года журналисты раскопали, у парламентария есть паспорт другого государства. Из обнародованной информации следует, Рабинович репатриировался в Израиль с первой женой и двумя детьми еще в 1994 году. Там он сменил имя Свадима на Давид. Подтверждает наличие второго гражданства и идентификационный код, который присваивают резиденту Израиля. В свою очередь нардепы утверждают, наличие двойного гражданства это конфликт интересов. Более того, такой народный избранник создает негативную характеристику Украины в международном политическом сообществе. Это главный вопрос к позиции этого депутата. Как он может работать на Украине, если он не является гражданином этой страны? То есть, если он также является какой-то другой страны? Это означает, что тут может быть конфликт интересов? Это есть опасность? Это гадебная история, это незаконно, это антиконституционно. У нас, конечно, Конституция в Украине есть только одно гражданство. Безусловно, это незаконно, и, безусловно, когда в Украине будет пановать закон, то такие вещи будут неможливыми. Особа, которая имеет гражданство разных стран, есть и военно-зобовязанная в других странах, и в случае, если будет информация известная, важная для жизни той или иной страны, руководство этой страны и государственные органы Парламентарии неоднократно обращались в регламентный комитет с требованием лишить Рабиновича депутатского мандата. Направляли заявление и в НАБУ. Там пообещали разобраться, но результатов расследования пока нет. Это приводит только одну тезу, которая известна всем, без исключения. На сходе края, на сходе, в центре, на сходе края. Рабинович – это домашняя тварина нынешней коалиции. Рабинович – это троянский кинь, который, вначале, позиционирует себя как оппозиционер, но, в самом деле, обслуживает владу, и таким образом, влада, используя негативный имидж Рабиновича, два паспорта Рабиновича, олигархический способ жизни, демонстрирует в всей стране. А пока Рабинович живет под крылом покровителей, довольно неплохо. К слову, в начале марта парламентарий на четыре дня арендовал чартерный самолет для полета на отдых в Вену. Только трансфер депутату обошелся в более чем 2,5 миллиона гривен. А в конце февраля Рабинович также на частном самолете летал в Женеву. Перелет ему обошелся в 650 тысяч гривен. Назад возвращался более дорогим чартером за 24 тысячи евро. Удивительно то, что миллионные траты так и не отобразились в декларации Вадима Давида. Также не отчитывается парламентарий, и за какие средства арендуют за 400 тысяч в месяц элитную виллу под Киевом. Зато с экранов телевизора он жалуется, денег у него нет. Впрочем, у депутатов остается только одна неделя для подачи электронной декларации. Мы проследим за тем, сколько Рабинович потратил на элитный отдых и отобразится ли это в его годовом отчете. Без тетрадей и ручьих в Харьковской области стартует проект «Новая украинская школа». В санатории-интернате для детей со сколиозом ученики младших классов осваивают планшеты, а старшеклассники собирают роботов. Как удается совмещать обучение и лечение, видела Светлана Шакера. В этой школе-интернате для детей, страдающих искривлением позвоночника, обычные уроки чередуют с обязательными физкульт-минутками и занятиями в спортзале. Поясницу не выгибаем вперед. Следим за осанкой, следим за положением позвоночника. Эта девочка в школе-интернате с первого класса. Благодаря упорным занятиям ей удалось избежать сложной операции. Ну, спина нормально стала, но это лучше. Потому что, если бы я не ходила в эту школу, я бы не занималась. Я бы себя просто не могла так заставить заниматься. Электросон, массажи. Раньше эти дети даже учились лёжа. Сейчас новые пластиковые корсеты позволяют заниматься сидя. Это называется корсет-шино. Им пользуется вся Европа. Для ребёнка этот корсет делается по индивидуальному гипсовому слепку. Сегодня в школу пригласили родителей. Вместе с учителями и психологами обсуждают, как лучше совместить реабилитацию с обучением. До 2030-го года 800 выйдут в рубит, заменят роботы. И нам не можно учить детей, как мы учили раньше. Надо учить что-то другого, того, что они имеют машины. Эти второклашки уже учатся по-новому. Вместо тетрадок и ручек – планшеты и стилосы. Каролина говорит, заниматься стало интереснее. Добрый вечер, летние числа. 9, 2, 7. Сегодня новые возможности для обучения демонстрировали главе области. Лаборатория лего-конструирования, робототехника и основы медиаграмотности для малышей. Юлия Светличная поздравила директора с присвоением звания заслуженного работника образования. В каждом районе области будут созданы ресурсные центры. Также будем планировать создание ресурсных комнат, медиатек, для того, чтобы обычные дети могли, усі дети могли насолоджироваться и иметь належные условия. Уже к новому учебному году эта школа-интернат получит еще два оборудованных мультимедийных класса по химии и биологии. Светлана Шикер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интерхарьков. Верховная Рада легализовала самострои. Узаконить теперь можно жилые дома общей площадью до 300 квадратных метров и хозяйственные помещения, которые были построены с августа 1992 года по апрель 2015. А также сельскохозяйственные постройки, которые были возведены до марта 2011 года. А вот на многоэтажке право на легализацию не распространяется. Попытка самоубийства в парламенте Нидерландов. По информации местных СМИ, с собой пытался покончить посетитель. Мужчина явно нервничал. Он ходил из угла в угол по общественной галерее парламента. После чего привязал веревку к перилам и попытался повеситься. Ему помешали депутаты. Они осторожно вынули его из петли. Мужчину госпитализировали. Его жизнь в безопасности сейчас. Пострадавший был активистом, который выступал против криминализации легких наркотиков. На 27 лет затянулся ремонт в Черкасском университете имени Богдана Хмельницкого. Еще в начале 90-х пожар охватил здание, оставив от него лишь стены. И с тех пор здесь катастрофически не хватает помещений, как собственно и денег на ремонт. Такая ситуация во многих вузах. Но бывают исключения из правил. Подробнее мои коллеги. Шесть вечера, а у студентов Черкасского национального университета учеба в самом разгаре. Из-за нехватки кабинетов, а здесь шесть кафедр, ютятся в одном корпусе. Студенты вынуждены учиться в три смены. Последняя пара заканчивается в начале восьмого. Дуже лошко. Потому что мы тут до 7 часов вечера, пока мы доберемся в фортожиток. Это очень неудобно и нужно сделать задачи на завтра. И в своем времени нет. В таких условиях студенты учатся уже 27 лет. Еще в 91-м году в левом крыле корпуса произошел сильный пожар. Пламя уничтожило все. Аудитория, учебный материал, перекрытие между этажами. Тогда во время ликвидации огня погиб пожарный. С тех пор руководство университета не раз поднимало вопрос перед областным руководством. О реконструкции. Но тщетно. Единственное, на что удалось выбить деньги, это металлические балки. Они подпирают стены сгоревшего корпуса, чтобы не рухнули на головы студентов. Но похоже, в этом году дело дойдет и до капитального ремонта. Тут есть очень хороший подвал. Высота где-то до трех метров. Тоже там и хорошую лабораторию можно сделать, и спортивные какие-то. Эта комиссия из проектантов и застройщиков решила на месте проверить, в каком состоянии сгоревшая часть здания. Среди инспекторов и нардеп Сергей Рудык. Он помогает выбить деньги на проведение работ. Говорит, от увиденного пришел в ужас. На початку я даже сам не уявлял себе настолько большой масштаб работы. Если бы это не была частью большого корпуса других помещений, то можно было бы даже их руйнувать. Но они есть частью архитектурного ансамбля. Поэтому нужно оттворить и искать варианты по оттворению. Сейчас мы говорим про 19 миллионов на 2018 год. И приблизительно про 29 миллионов на 2019 год. Если у Черкасского университета появились шансы на восстановление корпуса, то у некоторых столичных вузов такой перспективы нет. Это театральный университет имени Карпенко-Карова. Рядом с основным корпусом недострой. Здание начали возводить еще в 1976 году. С тех пор прошло 42 года. И теперь здание не подлежит реконструкции. Его можно только снести. Еще один недострой прилепился возле Института международных отношений и журналистики. По задумке здесь должен был располагаться спортивно-оздоровительный комплекс. Но дальше кирпичных стен дело не двинулось. Юлия Жешко, Ольга Иванченко и Леонид Аборин. Подробности телеганал Интер. Черкассы. Дороги разбиты. Система авиаперевозок и морских портов дышит на ладаном. Об этом заявляют участники акции, недовольные работой министра инфраструктуры. Свой протест они начали еще вчера. Я напомню, завершился он стычками с правоохранителями и задержанием семерых активистов. И вот сегодня митингующие разбили палаточный городок у стен министерства. Все подробности в материале. Под стенами мини инфраструктуры появились палатки и транспаранты с гневными надписями. Участники акции требуют от министра защитить бизнес легальных перевозчиков. И обвиняют в коррупции. Главным атрибутом стал импровизированный гиперлуп для Амеляна. Министр инфраструктуры. В тот момент, когда у нас убиты все дороги, мы будем ездить на вот таких гиперлупах. Но я думаю, что сначала нужно сделать нормальные дороги, сделать условия для населения пересувания по автошляхам. Мы хотим, чтобы министра Амеляна отстранили от его должности. Так как он за 700 дней своей деятельности ввел эту всю структуру в упадок. Потому что все порты разграблены, авиаперевозки не работают. Протесты начались еще вчера под Кабмином. Транспортники утверждали, что все затеи Амеляна буквально уничтожат бизнес-перевозчиков. А все заявления о реформах министра – дешевый пиар. Сам Амелян вчерашние акции прокомментировал сегодня, во время рабочей поездки в Одессу. Ничего удивленного не произошло. Как вы знаете, нещодавно урядом было затверждено глобальную реформу перевезений автобусных в среду страны. Претензии пикетчиков по поводу плохих дорог министр полностью разделяет. Но утверждает, всему виной попередники. Я тоже не менее доволен, потому что мы получили в упадок 95% зруйнованных дорог. Фактически занедбаны аэропорты. Фактически коррумпированы морскую галузь. Мы это все изменим. Вы видите, что авиация демонстрирует нечуванный рост за рахунок либеральной политики Министерства инфраструктуры, когда мы полностью открыли рынок для всех авиакомпаний. Во время поездки Амеляна в Одессу, пресс-секретарь Мининфраструктуры на Фейсбуке сообщила, что глава ведомства внес представление в Кабмин на увольнение Михаила Ноняка, главы госслужбы по безопасности в транспортной сфере. Сам Ноняк утверждает, что узнал об этом, как обычно, из соцсети. Как и все другие реформы, основные меседжи министра, я увидел в Фейсбуке, написал работник инфраструктуры, что начебто министр подал подание на извольнение главы Укртрансбезпеки. Я не могу уверен, что оно так или нет. Но я думаю, сейчас мы увидим, что действительно оно находится в стенах Кабмата Министров Украины. В своем интервью Ноняк также рассказал о формате работы внутри Мининфраструктуры и методах управления главы ведомства. Всегда руководитель, любая человек, если есть претензии к кому-то, они собирают и общаются. А в данном случае не было общения. Плодного общения, плодного общения с министерством у нас уже нет больше года. Мы будем следить, чем завершится история с увольнением Михаила Ноняка. Тем временем митингующие под Мининфраструктурой объявили свою акцию бессрочной. Андрей Кровец, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер. Ладить с Россией это хорошо, а не плохо. Так считает Дональд Трамп. Он уверен, что это поможет решить целый ряд вопросов, в частности и украинский. Президент США прокомментировал в Твиттере критику в свой адрес из-за поздравления Владимира Путина с победой на выборах. Скандал разгорелся во вторник. Трампа тогда не критиковал разве что ленивый, а экс-директор ЦРУ Джон Брэннон и вовсе предположил, что у русских, возможно, есть какой-то компромат на американского президента. Стена Трампа все-таки будет. Американский Конгресс согласился выделить деньги на ее строительство на границе с Мексикой. Сколько потратят и почему дадут меньше, чем просил президент, подсчитал Дмитрий Анопченко. Этот проект изначально казался фантастичным и нереальным. Будучи бизнесменом, Трамп, конечно, строил деловые центры и отели, но соорудить стену высотой до 12 метров вдоль границы, протяженность которой 3000 километров, совсем другой масштаб. Многие считали все это предвыбранным трюком. Но сейчас Конгресс решил, пора начинать. В бюджете выделят первые полтора миллиарда. Это, конечно, капля в море, ведь весь проект должен в 25 миллиардов долларов обойтись. Но, тем не менее, старт дан и в 2018 построят первые 100 километров стены Трампа в Южном Техасе на границе с Мексикой. Как она будет выглядеть до сих пор непонятно. Пока что шесть различных фрагментов соорудили. Чтобы президент, который всегда лично утверждал внешний вид своих проектов, и в этот раз сам выбрал дизайн. Трамп на днях осмотрел все, финальный вариант так и не выбрал. Зато подарил прессе множество громких заявлений. Мол, мигранты это змея, которую США у себя на груди пригрели. Дескать, без его проекта в Штатах бедлам будет. И вот еще, если не будет этой стены, то вскоре и самой страны не станет. Что интересно, Дональд Трамп до сих пор не отказался от планов взыскать стоимость строительства с самой Мексики. И хоть там однозначно сказали, платить не будут, но Белый дом на полном серьезе рассматривает планы или пошлины увеличить, или за визы с мексиканцев брать больше, но отбить стоимость грандиозного сооружения. С другой стороны стены в Мексике злятся и досадуют. Говорят, каждый день эту границу пересекают порядка миллиона раз. Мол, и семьи живут по обе стороны, постоянно навещают друг друга. И по делам бизнеса, или за покупками люди постоянно переезжают, смотря где продукты или бензин дешевле. Местная церковь даже официально объявила предателями родины, тех, кто примет участие в строительстве стены. Но желающих включиться в стройку века и без мексиканцев будет достаточно. В пограничной таможенной службе Соединенных Штатов нам сегодня подтвердили, заявки на участие в строительстве уже подали 640 компаний со всего мира. Все хотят получить кусок бюджетного пирога, но еще наладить отношения с Трампом. Ведь курировать строительство президент Соединенных Штатов собирается лично. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Это все новости на сегодня. Завтра итоги недели в этой студии подведет мой коллега Алексей Лихман. Хорошего вам вечера и до встречи.